Добрый день дорогие друзья! Сегодня будет обзор на лосьон против выпадения волос в ампулах от бренда Oyster. Данные ампулы предупреждают и останавливают выпадение ваших волос, а также стимулируют их дальнейший рост. Очень эффективные ампулы. Здесь вы видите закрытую упаковку. Представлено 11 ампул по 8 миллилитров. Также на задней части коробки есть абсолютно на любом языке инструкция и все очень доступно. Благодаря данному комплексу, который витаминизирует и тонизирует кожу головы, в составе идет экстракт хны, входящий в состав. Он полный комплекс дает активных компонентов, плюс оказывает питание и укрепление, которые воздействуют на корни волос. Также регенерация кератинового слоя, то есть способствует росту здоровых волос и уникальные свойства экстракта гамолиса, восстанавливающего естественный гидробаланс кожи головы. Также в составе идет витамины Е и В, кальций, фосфор, которые внутри служат для того, чтобы волосы были крепкими и как можно быстрее восстанавливался их нерост. Как вы применяете данный лосьон, данные ампулы? Вот здесь открытая коробка, 11 ампул по 8 миллилитров. Последние ячейки находятся до завтра, что очень удобно для применения на вашу голову. По применению после мытья шампунем, противопадения волос, промокшие волосы нужно будет вам завернуть в полотенце. И после того, как они немного будут подсушены, наносите лосьон равномерно по всей поверхности кожи головы, нежно массируете для активизации процесса, не смываете. То есть так и оставляете на ваших волосах. Курс лечения желательно проходить два раза в неделю в течение первого месяца, один раз в неделю в течение второго месяца, то есть реже. И курс профилактики, в общем, это один раз в неделю в течение двух-трех месяцев для того, чтобы усилить эффективность роста ваших волос, укрепить их, витаминизировать, простимулировать хорошему росту. Ссылка будет в описании под данным видео на данные ампулы. Вы можете смело проходить в наш интернет-магазин и приобретать их там. Вас я благодарю за просмотр. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и ставьте лайки.